Привет, я Технолодж. Это новая рубрика. Здесь я буду говорить о том, чего я не знаю. То есть, сначала какие-то предположения или то заблуждение, которое я уже знаю, после чего я буду изучать тему и рассказывать то, как она выглядит в действительности. И вы наглядно сможете пронаблюдать прогресс от незнания к знанию. И первой темой затронем диабет. Что я знаю о диабете? Ну, что-то вроде, если будешь есть много сахара, получишь сахарный диабет. Что это, в чем прикол? Знаю еще, инсулин как-то там помогает. И знаю еще иногда, что когда у человека с диабетом низкий уровень сахара, ему дают конфетку с сахаром. Не знаю, как это работает. Давайте посмотрим на меня из будущего, что я скажу на этот счет. Итак, я снова с вами. Для вас прошло несколько секунд, для меня прошло две недели, но это не так важно. На изучение информации ушло всего лишь буквально минут 40, о которой я вам сейчас и расскажу. Начнем мы с поджелудочной железы. Поджелудочная железа имеет островки Гергенланса. Там вырабатываются эндоктрильные гормоны, инсулин. В отсутствие инсулина развивается диабет. Собственно, все. Шучу, давайте разберем вопрос несколько подробнее. Представьте клетку, обычная клетка в теле человека, например, где-нибудь вот здесь. Для ее существования, как и всему живому, нужна энергия. Энергию клетка получает из глюкозы. Глюкоза, в свою очередь, это простой сахар. Но для того, чтобы клетка получила из кровотока глюкозу, ей нужен инсулин, чтобы он находился тоже в этом кровотоке. На оболочке клетки присутствуют инсулиновые рецепторы. Когда инсулин с ними соединяется, открывается проход, который пропускает глюкозу в клетку. Если этого не происходит, глюкоза не попадает в клетку. То есть глюкозе нужно пройти механизм защиты. Соответственно, если глюкоза не может проникнуть в клетку, мы получаем диабет первого типа. Таким образом, суть сахарного диабета заключается в том, что в крови у нас много сахара, а клетка его недополучает. Вот, собственно, это и есть сахарный диабет. Но это еще не все. Так что да, оказывается, диабета есть два типа. Первый инсулинозависимый, второй инсулино-независимый. Диабет первого типа передается по наследству, соответственно, его никак нельзя получить, если будешь есть много сладкого. Идем дальше. При низком уровне инсулина в крови начинается гипогликемия. Она имеет множество проявлений. Например, сейчас я, позвольте, зачитаю. Аритмия, тремор, тошнота, рвота, общая слабость и очень-очень много еще других. Рецепторы могут оказаться нечувствительными к инсулину, либо работать неправильным образом. Это уже диабет второго типа. В первом случае помогает введение инсулина, и все становится хорошо. Во втором случае применяют различные способы решения. Например, медикаментозные. Ну типа есть какие-то таблетки, которые чудным образом восстанавливают нерабочие рецепторы. Или же вводят также инсулин. Типа если рецепторы недостаточно чувствительные, значит нужно ввести больше инсулина. Вот как-то так. Если глюкоза не попадает в клетку, соответственно, мы недополучаем энергию. Точнее, просто ее не получаем. Клетки очень-очень плохо, всему нашему организму соответственно. А при этом в крови остается много сахара. А сахар очень вреден для организма в больших количествах. Поэтому, как именно сахар влияет на организм, чем именно он плох в крови, мы давайте как-нибудь потом отдельно сделаем отдельное видео про сахар, и там все это обсудим. А здесь продолжим давайте. Так что да, сахар может вызвать серьезные повреждения в организме человека. А теперь позвольте кое-что прочту с одного там, какого-то медицинского сайта. То есть изменение уровня глюкозы, вызванное недавним употреблением сахара, является кратковременным. Ну то есть, когда мы съели много сладкого, и допустим, у нас много сахара появилось в организме, оно типа быстро проходит. То есть, типа так, диабет не появляется. В освобождении инсулина поджелудочной железой восстанавливает нормальную ситуацию. То есть, все становится быстро нормально. Поэтому употребление сахара в чистом виде или в сладостях не может считаться прямой причиной появления сахарного диабета. Так что стереотип о том, что если есть много сладкого, появится диабет, это не совсем так. Сахар это, скорее, косвенная причина. То есть, если есть много сладкого, появляется избыточный вес, ожирение, что в свою очередь приводит к сахарному диабету. Потому что, когда много жира, рецепторы как раз становятся менее чувствительными к инсулину. Понимаете? Соответственно, к диабету приводит не характер пищи, а ожирение и избыточный вес. Вот так вот. Поэтому следите за своей фигуркой, будьте таким же тощим, как я. Соответственно, еще раз. Сахар не является прямой причиной появления диабета. Он лишь ускоряет появление лишнего веса и ожирения. Что, в свою очередь, приводит к слабой чувствительности рецепторов к инсулину и, соответственно, к сахарному диабету. Поэтому, чем вы толще, чем у вас больше лишнего веса, тем больше риск получить сахарный диабет. Соответственно, не буду вам советовать есть много сладкого, потому что мало ли что. А сам я все-таки теперь буду есть сладости спокойнее. Теперь я могу не переживать за то, что у меня появится сахарный диабет, потому что у меня хороший метаболизм, хороший обмен веществ. И, соответственно, я вообще не набираю лишний вес совершенно. Но если вы не такой везучий, как я, то не стоит злоупотреблять сладким. К тому же сладкое же не только на диабет влияет, еще на кариес. А кариес вообще штука очень-очень фиговая. Вот, собственно, на этом выпуск закончим. Надеюсь, вам понравилось, он получился экспресс. То есть, это новая рубрика, я не знаю, скорее всего, она будет так называться. И это был экспресс-выпуск. А следующее видео уже на подходе, скоро будет. Пока я работал над видео для канала Химия Просто. Кстати, кто не смотрел, смотрите по ссылке в описании. Пока я его делал, у меня появилось довольно много интересных идей. Поэтому ждите, скоро увидимся, до встречи и пока.